Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рэйдж, и давайте начнем с важной инфы. Как вы помните, на сервере было много бага флагов, большой пинг, тут еще недавно у провайдеров случилась проблема, то что на рэйдж невозможно было зайти. Короче, много чего происходило, и за этого завтра, 9 мая, скорее всего, опять под вечер, будут раздавать либо випку, либо донат, может быть продлят боевой пропуск. Пока что я не знаю, что нам разрабы приготовили на завтра, так что, короче, всех с праздником, и завтра, если что, готовьтесь заходить на сервак для того, чтобы получить бонус. Как всегда, где там в 8, в 8.30 или в 9, кто будет на сервере, тем дадут прям кучу ништяков, а может быть дадут всем, чтобы сервер не нагружать, просто выдадут абсолютно всем там випку или что-нибудь такое сделают, не знаю. Короче, это будет завтра. Ладно, пока я возле тюнинга покажу вам еще одну забавную механику на сервере, которую недавно мой друган увидел у себя на стриме. Так, ладно, сейчас тогда полностью переделаю настройки под дрифтец. Как вы помните, в GTA 5 есть такая проблема, то что если чем больше у вас FPS, тем лучше ведет себя, в принципе, автомобиль на дороге, тем у него гораздо... Как я понял, короче, чем больше у вас FPS, тем быстрее у вас обновляется физика машины, тут, короче, что-то типа FPS привязано к физике, на самом деле, я не знаю, как вся эта хуйня, короче, работает. Но как-то вот оно работает, то есть чем больше у вас FPS, тем у вас лучше управляется автомобиль, чем больше у вас FPS, тем быстрее вы открываете лут, тем быстрее вы лутаете животных. И друган на стриме недавно не мог сделать 1 миллион дрифта, ну потому что он вообще сам по себе достаточно плохо дрифтит. И он, короче, попробовал просто сделать побольше себе FPS, для того, чтобы ему покомфортнее было дрифтить, он знает то, что на автомобилях отличается хендлинг. Итак, смотрите, за минуту я надрифтил 13800, я отключаю, короче, ENB. У меня сейчас было, если что, около 70 FPS. Вот, у него, короче, стало больше FPS, и он заметил то, что у него в 2 раза быстрее начали начисляться дрифт очки. Я подумал то, что это бред, такого типа быть не может, то, что еще и FPS зависит от дрифт очков, и давайте сейчас я, короче, еще минутку просто повеляю как дурак. Напомню только, что было 13800 дрифт очков за минуту. Короче, я про что, я вчера при 160 FPS за 11 минут смог набрать 5 миллионов дрифт очков для второго уровня батл пасса. Я этот видос вообще хотел назвать что-то типа плоти, чтобы играть, чтобы комфортно играть, потому что так оно сейчас и работает. Если вы, например, играете вообще, не дай бог, на каком-нибудь RP сервере, то реально у вас автомобиль может ехать, например, 200 км в час, если у вас там 40 FPS. А если вы поставите себе какой-нибудь редукс и 150-160 FPS у вас будет, у вас этот автомобиль может ехать, ну реально не 200, типа, а уже вообще, типа, 250-280, а то и 300. Я, когда играл на одном RP сервере, я в этом убедился, я на лютейшем говне, на ультрахуевых тачках обгонял некоторые суперкары. Вот, видите, сейчас я набрал в 2 раза больше дрифт очков, даже в 3, по-моему, хотя FPS у меня вырос в 2,5 раза. То есть, да, если вы хотите лутаться, если вы хотите охотиться, если вы хотите проходить достижения на 25 миллионов очков дрифта, если вы качаете батл пасс, вам просто необходим огромный FPS, что для этого нужно делать? В то время, как вы лутаетесь, охотитесь и занимаетесь всей этой хуйней, вам нужно уменьшать разрешение. Да, качество будет не очень, качество будет неинтересным, но чем больше у вас FPS, тем комфортней вам будет проходить батл пасс, и тем комфортней вам будет играть и на RP серверах, и, короче, на не RP, на RPG серверах, неважно. Короче, чем вы занимаетесь, чем больше у вас FPS, блять, тем лучше. Вот, следующая тема, это то, что я прошел первый уровень батл пасса, у меня уже открылся второй, и сейчас я с вами поделюсь, так сказать, впечатлениями по этому поводу. Есть что рассказать, есть что показать, рассказать, сколько денег я заработал. По поводу вообще самых легких денег на сервере, если б не они, я бы даже, наверное, первый уровень батл пасса-то и не прошел. Я на обнову залетел, как вы помните, и купил дом с госа трех гаражку, ну, точнее, многоквартирку. И купил я что-то за 6,5, по-моему, миллионов. Продать я смог что-то около 17, по-моему, короче, в плюс ушел я на 10 миллионов. И еще я покупал номера RRR, 3 шестерки, 777 регион, то есть, такие же, как у меня сейчас, только 3 шестерки, а не 3 единички. Их я продал еще за 24 миллиона, а покупал их за 15, то есть, в плюс я уже ушел на 20 миллионов. И благодаря этим 20 миллионам мне, само собой, стало гораздо легче, гораздо интереснее проходить боевой пропуск. Помимо этого, я тут еще написал, я, мне, короче, выпадала кофта с батл пасса, я ее продал на миллион. Это все, разумеется, я говорю про женских персонажей. Выпадал рюкзак, я продал его за 2 миллиона, потом мне выпал еще один рюкзак, я продал его за 2,3 миллиона. Мне выпадала куча золотых слитков, немного доната, там, деньги. Золотых слитков мне, кстати, вчера еще, или позавчера выпало еще 3. Короче, у меня с золотыми слитками все нормально, тут мне еще с элиткой повезло. Поэтому, да, я, короче, батл пасс уже купил, мне еще с батл пасса нападало дохуя шмоток. Там, короче, здесь у меня с собой нет этих шмоток. Я их, видимо, выложил либо в дом, либо в Ниву. Короче, упало еще 2 куртки, что-то трое вообще кроссовок, двое штанов, там, какие-то шорты. Если заняться всей этой хуйней, то я смогу, в принципе, много чего продать за, ну, плюс-минус нормальные деньги. По поводу первого уровня боевого пропуска, да, мне, само собой, выпало полторы тысячи доната. И я их сразу же потратил для того, чтобы открыть туманчик. И немного пока такие лайтовенькие квесты я повыполнял. По поводу второго уровня, выглядит все, опять же, не страшно, потому что пиво и коньяка мне нужно было выпить 2 миллиона. Это одна из самых больших трат, в принципе, на боевой пропуск. Что там еще будет по тратам? Купить дом с ГОСа, это что-то там косарей 200-300 комиссия, в общем, выйдет. А, номер купить и номер перевесить, это полтора миллиона. Поучаствовать в аукционе контейнеров, это можно там, типа, на полмиллиона поучаствовать вообще без проблем. Кстати, по аукциону люди, по-моему, ставят 625 или 630 тысяч в аукционе, для того, чтобы им выпала Нива, какая там механика на аукционе. Если вы ставите миллион, вам выпадает тачка либо за 700 тысяч, либо за миллион 300. Короче, примерно 30% либо окуп, либо не окуп у вас получается с аукциона контейнеров. Там еще будет куча квестов, типа, сдать бутылки виски-барыги, но тут вы их потратите на них, там, грубо говоря, 400 косарей, получите с них 200 или 150. Ну, это, короче, не так уж и страшно. Опять же, если не забывать, конечно, о том, что вам еще Гимера выпадет, либо Ламба. Эти тачки, ну, 200-250 миллионов точно будут стоить, когда они вам выпадут. Это если говорить про тех, кто хочет пройти боевой пропуск до конца. Если вы не собираетесь проходить боевой пропуск до конца, вам не нужно пить ни виски, ни пива, ни сдавать всю эту хуйню. Вам вообще, в принципе, ничего делать не нужно. Просто оформите вот эти вот кейсики. Вот у меня тут еще, короче, кроссы, эмка, вот шорты какие-то. Кроссы, кстати, неплохие. Под черный сетик, скорее всего, их можно будет под какой-нибудь себе собрать. Кстати, да, там еще за донат есть за 450 доната такая же курточка, только черная. Ну, в смысле, не такая же, а также такого же размера, только черная. Может быть, соберу себе черный сетик. А, да, я тут, дурак, крутанул кейс со скинами на АВП. Мне выпал вот этот вот скин Медуза, как он выглядит от первого лица. Давайте посмотрим, скорее всего, ничего интересного. Ну, хер его знает. Да, вроде ничего интересного, а так? А так? Так уже, в принципе, неплохо. Ну, короче, вот, есть этот скинец. Уже чел нашелся, который хочет его купить за 2,5 миллиона. Скины можно продавать. Так что, да, если вы не собираетесь проходить батл пасс, а у вас два варианта. Либо вы покупаете батл пасс и проходите его от начала до конца, и уходите просто в ебнутый какой-то плюс, который даже, наверное, не описать словами. Либо вы покупаете батл пасс и даже первый уровень не проходите, потому что там вы потратите много денег, там, типа, миллионов 7, наверное, сдать там, выпить пиво, выпить виски, купить номер, купить дом, перевешать номер. Типа, нахуй вам это все надо? Если вы просто играете в кайф, просто проходите самые легкие задания и просто формите кейсик. Не, ну, может быть, типа, да, можно пройти первый уровень ради полутора тысяч доната. Будет оно стоить того или нет? Потому что полторы тысячи доната это 5 миллионов. Так, там можно перевести в 5 миллионов, если я не ошибаюсь. Это 5 миллионов умножить на 0,3, по-моему, так это считается, плюс те же самые 5 миллионов. 6,5 миллионов вы, короче, сможете продать этот донат. Вы скажете, Жека, ты чё, еблан, блядь? Этот донат приходит на банк, и каким образом ты собираешься его продавать, этот донат, если он тебе придет на банк? В мини-обновлении нам это заспойлерили, и, оказывается, это уже давно спойлерили. Будет перевод доната, скорее всего, через банк между игроками. Теперь, если, например, выдают донат по 100 доната, например, на какой-нибудь праздник, просто сразу же флудите на все площадки. Куплю донат, куплю донат, куплю донат. Если вам нужен донат на скип боевого пропуска, на всю эту хуйню. Потому что, да, относительно скоро будет мини-обнова. Ой, а, кстати, мини-обнова опять будет вообще нихуя не мини, потому что я уже знаю, что там будет примерно, и там будет прям пиздец, там будет прям хорошо. И вот одна из функций на этой мини-обнове, это будет перевод денег через банк, перевод доната через банк. Так что копите бабло, копите донат, делайте что-нибудь вот с этим вот, потому что, да, на этом можно будет неплохо заработать. Может быть, какой-нибудь новичок вообще продаст вам 100 доната, будет. Короче, перекупство доната еще скоро начнется на сервере, чтобы вы понимали. Покупаете 1000 доната дешево, продаете 1000 доната дорого. Там, кстати, да, зайдите в правила обязательно, там до какой-то суммы одна наценка, а после какой-то суммы уже другая наценка. Так что будьте аккуратнее, чтобы вас там не забанили на 3 дня, чтобы не было таких вот жестких предупреждений вам. Если вы собираетесь торговать донатом, обязательно прочитайте правила. Так, сейчас я вам дам еще один просто ебнутый спойлер, который, опять же, я не спойлерил никому ничем. Мне в личку скидывают эту инфу. Жек, а ты видел? Я говорю, да я и так уже про это знаю. Но да, я этого не видел, кстати. Я не знал то, что это уже, блядь, есть на сервере. Где-то, короче, это было. Сейчас я вам это покажу. Вот отсюда, по-моему, Максим мне скинул этот скринет. Да, на прошлом моем стриме почти весь стрим от начала до конца сидел разраб смотри. Он нам там надавал, короче, кучу спойлеров. Он говорил, не спойлерите мини-обнову. Хотя мы просто догадывались до какой-то хуйни рандомной. Короче, было весело на прошлом стриме. Он был 7 часов. Он, да, недоступен. Там всего лишь один трек забанили за авторское право. И этого вполне хватило для того, чтобы стрим удалился нахуй. И этот трек удалить из этого стрима нельзя. Где тут, блядь, войти? А, ну да, это же, блядь, там центральный типа вход. Министр транспорта, блядь. Что это нахуй значит? Хуй его пойми. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут. Чё за ёбнутые пересветы, блядь? Вот на вот этих вот кирпичиках. Служба охраны. Чё бы это не значило. Сейчас, сейчас, вы поймёте, к чему это я. А, ну типа ясно, просто охрана. Сотрудник. Так, оплатить штрафы. Открыть свою фирму. Одной кнопкой, кстати, штрафы можно оплатить. Удобно, пиздец. Хотите прикол? Хотите прикол? Хотите прикол? Вы сейчас просто охуеете, кто досмотрел до этого момента. Смотрите, как это вчера называлось. Смотрите, как это называется сегодня. Нам сегодня за ночь? Вот это нихуя спойлерок я нашёл. Вот это прям неплохо. Пойду Максиму отправлю ебать, он сейчас охуеет. Интересно, додумается, нет? Максим, если чё, пиздец умный. Он уже столько разгадал, короче, загадок от админов. Он уже столько предугадал обновлений всяких разных. Сейчас посмотрим, сможет ли он... Вспомнит ли он тот свой скрин? Увидит ли то, что на этом скрине изменилось? А, да, по поводу номеров. Я их продать хотел гораздо дороже. Но чтобы их продать дороже, это надо подождать ещё обнову. Надо подождать, пока ещё миллион новичков зарегается. Подождать, пока, короче, номера все раскупят. Потому что номеров просто переизбыток на сервере нахуй. Они сейчас никому не нужны. Но потом они, само собой, подорожают рано или поздно, когда все номера раскупят. Номеров останется мало. Кто-то забьёт хуй на сервер. Кого-то там забанят. Бла-бла-бла. Поэтому, да, я сейчас продал номера просто для того, чтобы пройти боевой пропуск. По поводу Макларена, опять же, куча вопросов. Макларен я купил за 41 миллион всего. Потому что на нём 36 владельцев. Мне на этих владельцев похуй. Но благодаря этому я купил Макларен гораздо дешевле, чем он стоил. Уверен то, что за такие же примерно деньги я его потом смогу продать. Может быть, вообще сбросят владельцев. Потому что миллион раз говорили то, что когда-то где-то должны, короче, сбросить владельцев. Для того, чтобы, типа, перекупы не охуевали и у всех тачки были нормальные. А сейчас, чё, сижу, жду новые задания. Подожду ещё одно задание на охоту. Для того, чтобы у меня там, типа, кролики или койоты какие-нибудь прокнули. И, разумеется, буду проходить охоту. А если какие-то квесты, типа, курьерки или дальнобоев будут прокать, буду их сразу выполнять. Потому что, напоминаю, в прошлом боевом пропуске я охуел. Я подождал сначала 15 дней, а потом за 5 дней мне нужно было выполнить все задания. Я охуел. Я на сервере проводил 25 часов в сутки, блядь. Поэтому, вроде бы, рассказал всё, что хотел. Ждём меня вновь, ждём завтрашний день. Проходим боевой пропуск. Всех люблю, всем спасибо за то, что смотрели. И всем пока. Субтитры делал DimaTorzok